Мы хотели вам немного поделиться, как это прошло. Это была очень большая вдохновляющая конференция, было очень много вдохновляющего учения. Было классно видеть то, что собралось очень много молодежи, это 350 человек со всех уголков страны. Ну, вообще, то есть даже несмотря на последние события в мире. В самый первый день я была просто насквозь пропитана любовью Бога. Меня эмоционально прорывало вообще на любое событие. Молитва, прославление, общение, вообще всё, что угодно. Это именно из-за атмосферы единства, которая была. И мне хочется тоже сейчас это немного передать вам, рассказать, как это было. Да, давайте. Нам интересно. Был вечер хвалы, крещение одного брата. Эта конференция вдохновила меня обращать здесь, в молодёжь на Урале, у нас, чтобы тоже когда-нибудь мы смогли организовать подобную конференцию, чтобы к нам тоже приезжали. Аминь. Вот. У меня появилась моя мечта изучать больше Библии, именно бумажной. То есть, когда можно делать заметки, именно текстовый делитель, вот, и больше запоминать, тем самым больше знать, ну, слово нашего Отца, чтобы быть вооружённой, чтобы, ну, тоже прославлять Бога и вести, ну, как-то молодёжь. Аминь. Вот, классно. Я приходилась быть служителем, служить в церкви своими дарами, вот, хочу летом поехать на служение в Москве, это подростковый лагерь, вот, и также появилось такое предложение от московской церкви, пройти миссионерское новое обучение служителям для молодёжи, тоже загорелось пойти очень на это обучение. Классно. Молодёжно. Первое, что я хочу сказать, это насколько я благодарна Богу за эту возможность, за то, что вообще есть служители, за то, что есть желание служить у людей, за то, что есть вообще финансовая возможность быть на таких мероприятиях. Это настолько круто, что Бог вдохновляет, ну, людей, и как бы работать через людей, организовываются такие классные конференции, когда мы можем вдохновляться, мы можем учиться. На конференции мы учились учиться, учились общаться, учились идти. Сергей Клушенков, кстати, делал классную проповедь, и он нас научил, что он так, ну, как, ну, как, ну, все, идите, да. Это было интересное слово, вот, это такое мощное, да, правда, что нам нужно идти. Мы прославляли Бога всеми, ну, сердцами нашими, и это было настолько круто. Вечер хвалы, конечно, это просто какая-то бомба была. Мы стояли два часа, мы получились, мы прославляли, и это тронуло реально, половина зала точно рыдали. И насколько классные служители прославления, это тоже вдохновило, как бы, менять наше служение в студентах, вот, и брать вот это служение, как бы, прославлять Господа, и, ну, новыми какими-то песнями, которые идут от сердца. Классно. Мы классно проводили время, классно общались, это вообще было очень круто, просто подходили незнакомые студенты, братья и сестры, подходили, там, обнимали, там, такая классная, давай пойдем пообщаемся, там, давай проведем с тобой тихое время, просто подходишь, говоришь и идешь, и это настолько круто, что нас объединяет Иисус, нас объединяет Бог. Да, на имя, классно. Вот, были классы об изучении Библии с некоторыми видами, так сказать, людей. Об изучении Библии с язычниками, с ушедшими, с зависимыми, и классно было, ну, побывать на ком-то из них, конечно, хотелось бы на всех побывать, и я бы с удовольствием пережила эти четыре дня. Вот, и также был урок от Поли Морозова про прославление, вот, это было тоже очень круто. Вот, и 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 вот, Продолжение следует...